всем салют меня зовут пашка и в этом видео я буду собирать фирму для майнинга про то насколько это актуально я упущу это пусть каждый решает сам для себя ну и в общем я пытался перед тем как покупать эти вот все комплектующие найти видео какой-то на ю тубе что покупать как покупать почему покупать и так далее ну очень мало информации по этому поводу поэтому я решил записать это видео которое если вы вдруг заходить построить ферму на видеокартах то может быть она вам это видео чем-то поможет ну в общем что у меня есть у меня есть материнская плата а срок аж 97 у нее аж целых 4 psi один портов что в принципе здорово нач можно к нему через райзеры подключить 5 видеокарт дальше идет msi r9 390 без x потому что грубо говоря в майнинге приставка x видеокарта стоит дороже без их стоит дешевле а про по производительности они приблизительно одинаково то есть смысл может кому-то есть смысл переплачь может кому-то нет смысла но опять же решайте сами дальше это жесткий диск в дэблю на 250 гигабайт процессор intel celeron джей 1840 и блок питания chief tech navitas на 1250 ватт я немножко поспешил я не думал снимать не думал что буду снимать я уже распечатал процессор вставил его уже в материнку и даже пытался крепить кулер поэтому термопаста немножко размазываясь по процессору ну собственно как то так ну давай погнали начну я наверное с материнской платы это материнская плата асрок аж 97 который есть аж целых пять пися и один экспресс портов само собой что во время съемки я упустил некоторые моменты по той или иной причине поэтому в этом видео и следующие я буду делать такие паузы для того чтобы разжевать я покажу некоторые моменты которые нас вообще должны интересовать в процессе майнинга а именно это пять слотов пися и один и один слот пися и 16 это означает то что мы в сумме сможем подключить аж до 6 видеокарт ну само собой то что они туда полноценно не влезут даже если как-то бы мы это умудрились то они будут очень сильно греться поэтому для того чтобы использовать все 6 видеокарт вообще используется рейзер или райзеры что такое райзеры это по простому это удлинитель это удлинитель этого самого разъема то что мы вставим видеокарту в пися и один вообще никак не повлияет на этом скорость и далее в процессе майнинга и все равно это 16 или один поэтому без разницы эти райзеры они есть трех видов в 16 на 16 с 1 на 16 а также есть с 1 на 16 с дополнительным питанием потому что если вы подключите больше там двух трех видеокарт то рано или поздно наступит тот момент когда видеокартам будет просто не хватает питания да у нее есть свое питание через 6 пин 8 пин но так же самое она получать питание через этот пися и пися и слот именно поэтому я бы советовал брать модные райзеры с дополнительным питанием потому что они как-то и поудобнее и по надежнее да и вообще они как-то покрасивее выглядят следующий момент это количество возможных кулеров у нас есть два разъема на кулер для процессора это трех пиновый и четырех пиновый и есть два слота для подключения остальных кулеров опять же 3 пиновый и 4 пиновый это означает то что всего если мы там будем делать корпус и так далее мы сможем подключить но грубо говоря ну максимум три кулера на вдув-выдув и так далее опять же если будет там больше пяти видеокарт этого будет не хватать надо делать намного больше там их может доходить число там до 10 12 20 кто насколько мазохист неважно конкретно в данном случае опять же нам поможет назовем его так 3 пиновый хаб он выглядит точно так же как обычный юсб хаб просто на него подается питание с одного слота а из него выходит аж целых там 6 и 8 и так далее также на некоторых есть регулировка там скорости минимальная максимальная либо в положении выключены дальше идет дополнительное питание пися и то есть видеокарт это означает то что в принципе да мы можем купить дешевые рейзеры и без дополнительного питания и просто усиливать его через материнскую плату но опять же всякое может случиться поэтому лучше использовать райзер с дополнительным питанием чтобы не было проблем ну и последнее что может нас тут заинтересовать это наличие 6 sata портов в принципе нам надо только один для того чтобы поставить жесткий диск и на него windows но если тут там захочет можно сделать файла помог помойку с сервером который компьютер будут постоянно включены если что ним на него там заходить и я не знаю может быть кому-то что-то нужен но вот это вот можно отнести тоже к плюсу и в принципе наверно на этом все ее достопримечательности все ее плюсы заканчиваются ну да само собой то что это материнская плата на соки 1150 и само собой процессор поддерживают встроенное видео да так как я говорил то что я немножко поспешил я уже вот вставил процессор и пытался крепить кулер поэтому термопаста немножко размазалась но давай мы посмотрим что было в комплектации я не знаю может кому-то будет интересно вот такая коробка комплектация у нас было там гарантия чеки мануал с диском я конечно почитал мануал мне всегда было интересно что же пишут в манулах материнское платье потому что там очень много должно быть полезной информации но нет тут всего лишь просто объясняют какой порт что он делает и собственно как он называется да и все то есть там какой-то принцип подключения или еще что-то такого ничего нету буквально вот мануал состоит из пяти-шести страниц да хорошо с 10 10 страниц окей дальше идет задняя крышка на материнскую плату понятно но из-за того то что я заказывал в одном магазине материнскую плату и жесткий диск vd blue на 250 гигабайт я не знаю этот кабелек сата он шел в комплекте с диском или он шел в комплекте с материнкой это я к сожалению не знаю насчет самого диска оперативной памяти и процессора для фирмы майнинга она не есть приоритетным она в принципе вообще не имеет значения то есть жесткий диск может быть ну реально любой лишь бы на нем стояла винда либо ubuntu linux там что вы хотите любая просто должен быть жесткий диск все особых требований к нему нету хоть на 40 гигабайт поставь он будет работать далее опять же процессор intel celeron j1840 socket 1150 опять же я его распаковывал процессор уже стоит материнской плате но я попытался его сложить обратно как оно было приблизительно для того чтобы показать опять же какая-то там инструкция неважно вот этот был процессор вот так вот всунут он же материнке ну и собственно сам кулер который тоже с радмазной термопасты кулер кстати маленький ну реально маленький то есть я знаю что боксовые кулеры они как бы ну очень бюджетные маленькие но но он совсем крох крохотный вот совсем совсем маленький вот грубо говоря у меня есть еще кулер который там валяется старая старого компа там 2005 года но даже он помощнее выглядит ну да не важно окей дальше у нас идет видеокарта r9 390 от msi я брал msi потому что ну я не знаю во первых мне нравится msi мне нравится расцветка мне нравится просто вот все что они делают это для меня самый топовый производитель это во первых во вторых если смотреть по производительности в интернете находить сколько вы дата или иная видеокарта the msi довольно хорошо держится окей что у нас тут опять же диск потом инструкция даже не знаю зачем она что в ней может быть написано наверно написано не разбирайте видеокарту потому что вы лишитесь гарантии так далее а просто написано комплект поставки поставки и то как короче присоединять кабель того что видеокарта работала окей ладно кому-то это нужно дальше какая-то брошюра опять же тоже не о чем есть тут маленький отсек которым есть переходник с 6 пинов на 8 пин то если кому-то надо и дальше сама видеокарта сама видеокарта я не знаю я вот реально железо я люблю железо я много чего ценю но мне просто не доводилось еще держать в руках современная скажем так видеокарты так далее я когда ее взял я очень сильно удивился она здоровецкая она тяжелая она просто ну невероятно тяжелое такое чувство что она весит килограмма два может даже больше так что кулера наклеечка труда содрать заглушка тут заглушки и кстати тоже еще нюанс тут два порта девять д и в комплекте поставки самой видеокарты нет адаптера на вга то есть я пытался купить адаптер вот я пытался купить адаптер но практически не существует адаптеров на девять д имеется ввиду то что вот тут вот там где ну грубо говоря минус да там есть еще лишних четыре контакта а на видеокарте как раз вот этих вот лишних четырех контактов не должно быть и это плохо то что мы сами положили адаптер на вга ну да ладно как-то будем выкручиваться но в принципе все это вся поставка все что есть дальше у нас идет оперативная память я взял опять же самую простую практически самую дешевую я взял на 8 гигабайт потому что сейчас дак файлы которые генерируют майнеры они должны держаться в оперативной памяти и она уже приближается к цифре 4 гигабайта плюс бывают проблемы что когда видеокарта 8 гигабайт оперативная память 4 гигабайта то она некорректно работает или вообще не работа поэтому я взял две планки по 4 гигабайта это гудрам play синего цвета не знаю есть красные черные в чем их разница я особо не вникал потому что неважно частота у них 1600 мегагерц и тайминги 9 в принципе все ни о чем тут даже нет смысла ее распаковывать там просто две плашки да да и все окей ну и самое главное это блок питания потому что мы планировали то что мы сейчас поставим одну видеокарту и будущем мы будем докупать там до пяти ну да до пяти видеокарт на одну материнскую плату поэтому была взята это а срок аж 97 потому что не можно как раз ставить пять видеокарт и главный такой еще фактор должен быть хороший блок питания это чифтек на 1250 ватт модульный плюс gold у него все здорово то есть по моим расчетам 1250 ватт должно хватить на три видеокарты потом надо будет докупать 2 блок питания их соединять там и так далее ну опять же это по ходу дела все будет решаться выборе блока питания все немного сложнее наверное самое главное это чтобы была одна линия 12 вольт так как именно через нее запитываются видеокарты если будет несколько линий то это означает что на каждой из них есть ограничения то есть возможно что одна такая линия даже не вытянет одну видеокарту ну и конечно же никто не отменял человеческий фактор вы можете по невнимательности или незнанию включить в одну линию 12 вольт несколько видеокарт что может закончиться сгоревшим блоком питанием или же сгоревшей видюхой то есть если вы выберете блок питания с несколькими линиями 12 вольт то заведомо создаете себе лишние проблемы вторым важным фактором при выборе блока питания это его мощность никогда не выбирайте мощность впритык у вас должно оставаться хотя бы 10 20 процентов мощности в запасе есть еще вариант покупки серверных блоков питания они славятся своей надежностью и временем жизни понятно что новые серверные блоки стоят до хрена поэтому обычно покупает буш на и плюс серверных в том что они изначально мощные на полтора киловатта 2 киловатта 3 киловатта и так далее то есть вам хватит одного такого на ферму где будут стоять 5 6 7 или даже 8 видеокарт и цена в основном дешевле чем новая обычная компьютерная формата atx но их минус в том то что у них есть только линия 12 вольт а для функционирования всего компьютера нам надо линии на 3 и 5 вольт конечно же есть умельцы которые там припаяют всякие платы переходники и так далее но это опять же лишний гемор в описании будет ссылка на магазин где продают серверные блоки питания и там же могут их переделать под ваш компьютер также в описании на такие случаи будут ссылка на калькулятор блока питания где можно рассчитать сколько мощности вам вообще надо будет последний момент это соединение 2 3 блоков питания в интернете есть полно инструкции как это можно сделать в основном там пишут что надо будет резать провода их соединять там и так далее а значит это снятие гарантии возможно другие проблемы есть и второй вариант это хитрые китайцы которые сделали плату для соединения синхронизации двух блоков питания по сути тот же принцип только через плату они через резанные провода ссылки на оплату на алиэкспресс будет в описании также существует не платы а просто как кабелек который также соединяет синхронизирует будут два блока питания но я бы советовал все-таки плату но давай мы посмотрим что тут на комплектацию ухты она тоже тяжело но кстати ну потяжли видеокарты килограмма 4 будет такое чувство так опять же у нас брошюрка в которой пишется много чего интересного наверное я почитаю на досуге а может и нет ничего интересного потому что не поймешь что они там могут написать пишут какие вроде кабеля да да вот сколько в каждом версии этого блока питания он есть на 650 750 200 850 тысячу и ты 1250 разные комплектации кабелей и тут пишется какие есть какие должны быть окей дальше у нас есть мешочек прикольный мешочек который мы можем вкладывать вот эти вот кабеля которым постегнут которые нам не надо тут у нас сразу находится на резетку на вилку есть болтики что тоже круто здорово и все больше ничего нету сам мешочек я не скажу что он приятный он может выглядеть так очень круто типа бархат но нет обычно 7 мешочек такой даже чувство что он какой-то прям из кулька но неважно давай дальше лед здоровенный просто кулек всяких постегающих кабелей понятно с этим это разберемся ну и давай посмотрим на сам блок питания круто он в пупырки везде у него пенопласт по бокам сверху сбоку снизу тоже здорово и его размеры ну бом большой он реально большой кстати провод нормально гнется ну как ну нормально это не металлическая я не знаю стержень потому что много кто жалуется то что кабеля не гнут тут вроде гнется все нормально ну да ладно я пока его распечатывать не буду я потом уже процессе тоже его распечатаю просто показал что есть комплектации и как это выглядит ну думаю что все да вроде все показал можно начинать сборку но наверное стоит показать как это будет выглядеть потому что стойку для фермы открытую я не сделал я понимаю то что двух килограммовый видеокарту просто материнку ставить она по-любому выломает разъем рано или поздно поэтому придется все таки это собрать в хоть в каком-то корпусе корпус у меня хоть какой-то есть этот корпус он от какого-то очень старого старого компьютера он вообще тут даже написано 2003 год и но главное то что в него материнская плата влезет в него что видеокарта влезет все в него влезет значит мы можем на базе этой коробке построить свою ферму но так и будет вообще же надо собирать отдельную конструкцию для фермы можно конечно собрать на базе старого корпуса но на нем придется много резать мастерить да и вообще красота удобства и главная продуваемость будет не очень в основном для сборки используют обычные металлические профили которые можно купить почти в любом строительном магазине маркете или даже рынке ним удобно работать резать и так далее для некоторых есть даже специальные переходники удлинители и заглушки также можно использовать дерево и гвозди тут уже кому что больше нравится или что есть под рукой форма размеры и так далее всегда будут упираться в вашу фантазию и ровность рук если руки у вас не очень ровно и денег у вас слишком много то можно купить уже готовую стойку для фермы в том же магазине где продаются серверные блоки питания ну и для совсем фанатиков есть вариант использования шкафов но это при условии что у вас уже есть или будет несколько ферм тут опять же все упирается фантазию и руки если у вас возникает вопрос как же включать эти фермы то тут есть четыре варианта первый если фермы в корпусе то просто использовать кнопку в самом корпусе заранее подключив ее к материнке второй способ в биосе материнке выставить авто включение при появлении питания то есть как только вы включите ферму в розетку она включится третий способ это использовать отвертку для того чтобы ферма включилась надо просто замкнуть контакты на материнке принцип тот же что и от кнопки в корпусе только без самой кнопки четвертый способ это на том же алиэкспрессе просто отдельно купить эту кнопку ссылка на кнопку будет в описании на этом все всем спасибо за просмотр следующем видео будет сама сборка фермы в корпус кому интересно кликайте по видео она укликабельно но и ссылка на него будет в описании еще раз всем спасибо и всем пока